Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке будут наушники от AKG, а именно AKG моделька K72. Именно эти, которые сейчас находятся у меня на голове. Да, рассусоливать долго не будем, начнем, пожалуй, с распаковки. Приступим. Так вот, прибыли мне такие вот наушники от AKG K72. Как видите, ретур, бесток, все такое. Мне они обошлись дешевле, чем обычно. И комплектация в этом плане не пострадала. У меня даже осталась оригинальная упаковка. Так, вскрываем. Ножечек мы уберем в сторонку. Так, вот таким вот образом они, в принципе, выглядят. И да, покажу я вам позже их сблизи. Внутри у нас все завернуто в пупырку. Не знаю, как это было в настоящее время. Думаю, нет. Тут такой треугольник. Держатель для самих наушников. Пакет гидроизоляции, как всегда, чтобы все не намокло. И внутри документация, на которой, как всегда, по традиции, мы сильно застрять внимание не будем. Так, что это у нас? Гарантийная карта. Упаковку мы, собственно, уберем в коробку. Упаковку мы уберем в сторонку. Распакуем, уберем это все в сторонку. И посмотрим, собственно, на сами наушники, как же они выглядят сблизи. Вот такой вот джек у нас, откручивающийся. Вот таким вот образом. Что прикольно, в принципе, можете использовать со смартфоном, если у вас старенький смартфон, поскольку в новых смартфонах нет джека. Да, они легенькие. Сбоку они выглядят вот так, вот так немножечко люфтят. Здесь вот такая вот резинка, которая подойдет на любой размер головы. Да. Провод длинный, если я не ошибаюсь, двухметровый. Поправьте в комментариях, если это не так. Крупные накладные наушники по сей день являются самым достойным выбором для максимального получения удовольствия от музыки. Ну, как и всякие по-настоящему хорошие вещи, накладные наушники обладают внушительным ценником. Да, а то, что предлагается дешевле, как правило, звучит весьма посредственно. Именно поэтому моделька от AKG K72 является примечательной моделью, поскольку выпущена брендом, специализирующейся на выпуске профессиональной аудиотехники. Собственно, AKG это и есть аудиотехника. Одни из лучших особенностей K72 это ее ценник и качество сборки. То есть, качество сборки у нее на уровне дорогостоящих наушников, но при этом ценник на данный момент на рыночную стоимость 65 долларов. Плюс-минус, где-то дешевле, где-то дороже. И да, несмотря на такой относительно дешевый ценник для таких наушников, они достаточно прочные. Да, также конструкция получилась легковесная, поскольку много где интегрирован пластик в этих наушниках. Казалось бы, пластик это не очень хорошее решение, но пластик хорошего качества. Да, и скажу на своем собственном опыте, в них можно работать или просто слушать музыку в течение многих часов, поскольку не возникает никакого дискомфорта от их ношения. Поскольку одна из ключевых особенностей K72, также, по-моему, и K52, и более старшей модели подобных версий K, это именно амбушюры, которые обхватывают ухо и не давят на само ухо. То есть, оно помещается внутрь, и тем самым не возникает никакого дискомфорта при ношении их. И при этом они же еще и легкие, не нагружают голову и, собственно, сами уши, как бы обволакивая их. Стоит заметить, что это довольно-таки редкое явление в такой ценовой категории, поскольку даже в более дорогих наушниках встречается такая ситуация, что работать в наушниках неудобно, то есть, по-долгу возникает небольшой дискомфорт от того, что амбушюры давят на само ухо. Ну, а в этом случае у вас такой проблемы не будет. Как и у многих наушников в среднем ценовом сегменте, K72 обладает дополнительными басами. Это может стать проблемой, если вы занимаетесь сведением, допустим, но зато при прослушивании большинства популярной музыки вы будете получать дополнительное удовольствие. И да, небольшой лайфхак при сведении, то есть, если вы знаете, что у вас немножечко повышены басы в ваших наушниках, то имейте в виду, что занижать эти басы не стоит, поскольку остальные, скорее всего, их не услышат. Подведем небольшое резюме. Стоит ли покупать AKG K72? Я бы сказал бы и да, и нет. Я, в моем случае, я взял их для работы, ну или, по большей части, для игры на инструменте. То есть, с мониторингом инструмента они справляются на ура. Также с прослушиванием музыки. Если вы находитесь в поисках комфортных и стильных наушников, то эти наушники придутся вам по душе. В принципе, эти наушники подойдут вам для каких-нибудь простых мотивов. Если вы ярый меломан, то, скорее всего, эти наушники вам сильно не подойдут. Но если вы пользуетесь простыми наушниками-затычками, и либо у вас такие же наголовные наушники, либо те, которые у меня были в предыдущих видео, те обладали, по-моему, всего лишь 16 Ом, по факту являются просто Hi-Fi наушниками, эти наушники более качественного сегмента, и звук у них тоже более качественный. Но если вы уж совсем там хотите заморочиться, то тогда вам стоит, наверное, купить AKG M50. И стоимость их что-то около 150 долларов, то есть 150 долларов за наушники. Если вы готовы отдать, то как бы присмотритесь. Но в лучшем случае, конечно, стоит самим все это пробовать, поскольку наушники, скажу я вам такое, дело немножечко индивидуальное, поскольку многое зависит от вкуса. То есть если вам придется звук по душе, то эти наушнички, в принципе, хорошие. И многим придутся по душе, но если вы какие-то там слушаете, хотите услышать какие-то дополнительные детали конкретные, то да, стоит раскошелиться и купить уже более дорогие наушники. Но эти, повторюсь, в районе 65, можно даже и дешевле. И также есть моделька K52, она более дешевая, из более дешевых материалов выглядит примерно так же, только они черные и амбушюры не из кожи, а из такого какого-то дермантина или пластика, который, скорее всего, потом будет крошиться. Но амбушюры съемные, их можно поменять. И там вроде ценник немножечко меньше, что-то около 40 или 50 долларов, если я не ошибаюсь. Можешь меня поправить в комментариях, если это не так. Итак, какие плюсы этих наушников? Хороший внешний вид, а также качество сборки. Очень удобный при длительном использовании. Еще один плюс, который может некоторым показаться даже иногда и минусом. В них избыточный бас. Для таких каких-нибудь басистых композиций, в принципе, подойдет. Но если вы хотите мониторить чистый звук, какой он должен быть на самом деле, то излишний бас может быть помехой, и он уже становится не плюсом, а минусом в этом плане. Минусы. Приглушены средние частоты. Если вам нужно заниматься профессиональным сведением, вам эти наушники, скорее всего, не подойдут. Есть такой термин чувство сцены. То есть чувство сцены в этих наушниках немножечко на среднем уровне. То есть это можно записать в минус. И да, как я уже ранее говорил, басов иногда становится слишком много. То есть у него избыточные басы. И если в композиции задуманы жесткие басы, то они будут, скорее всего, басить еще больше, чем это было задумано. И да, вот, собственно, такие вот наушнички. Все, что я хотел сказать в этом ролике, я сказал. Да, если что-то забыл, пиши, как всегда, в комментариях. Но да, и не забудь, кстати, подписаться. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.